Подписала распоряжение об объявлении Дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Президент заявил, что решение об утверждении 13 июля траурным днём было заявлено во время телевизионного обращения. Сейчас сложилась ситуация, связанная с пандемией не только в Казахстане, но и в мире. В некоторых странах эта эпидемия снова обостряется. Решением государственной комиссии с 5 июля в стране введены карантинные мероприятия на двухнедейный срок. Это было очень необходимое решение. Безусловно, ситуация стабилизируется. Поэтому предстоящие две недели станут решающим этапом для наших будущих шагов, сказал глава государства. Сейчас выясняются данные, что те, кто хочет использовать сложившуюся ситуацию в своих целях, увеличивали цены на медикаменты в несколько раз. Есть люди, распространявшие негативную информацию. Все они привлекаются к уголовной ответственности. Безусловно, ситуация стабилизируется. Поэтому давайте будем максимально взвешенными и спокойными. Соблюдать требования карантина. Надо собрать все усилия и бороться с эпидемией. В связи с эпидемией ситуацией в стране сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ирала Тукжанова состоялось заседание оперативного штаба. На нем была рассмотрена эпидемиологическая ситуация в Атараусской области. Акимату области поручено улучшить ситуацию в регионе, принять дополнительные ограничительные меры. В оперативном штабе также была рассмотрена ситуация в Магистаусской, Западноказахстанской, Карагандинской областях и в городе Нур-Султане. До конца недели планируется закупить в общей сложности 1600 аппаратов искусственной вентиляции легких и 800 санитарных автомашин службы скорой помощи.